МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18.00 на часах. Время новостей на телеканале Санкт-Петербург. В студии Лидия Вильба. Вот о чем мы расскажем. Обыски в жилкомсервисах и дорожных организациях. В Петербурге возбудили уголовные дела из-за некачественной уборки. Осторожно пешеходный переход. Рейд на Литейном проспекте сотрудники ГИБДД провели из-за тревожной статистики. Более 350 услуг по принципу одного окна. Новый МФЦ открылся в московском районе. Претендент на Оскар. Мультфильм «Бокс-балет» в петербургской студии «Мельница» вошел в шорт-лист престижной премии. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Основная нагрузка ложится на первичное звено поликлиники. 93,5% заболевших находятся на амбулаторном лечении. На заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов сформировать резерв коечного фонда и продолжить работу по наращиванию темпов вакцинации. Большая часть тяжелых пациентов не были вакцинированы или имеют тяжелую хроническую патологию. Необходимо уделять внимание, конечно, вакцинации. Продолжайте разъяснительную работу о необходимости не только сделать прививку, но и, конечно, ревакцинацию. Во всех регионах тестирование граждан проводится на должном уровне. Мы это четко видим по мониторингу. При этом по итогам прошлой недели отмечен рост показателя не только заболеваемости, но и госпитализации. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова в свою очередь подчеркнула, сейчас чаще всего коронавирусом заболевают дети до одного года и люди старше 65 лет. Распространение инфекции достигло этих возрастных категорий. И эти возрастные категории, являясь группами рисками по течению заболевания, по осложнениям заболевания, сегодня становятся и группами эпидемического риска, потому что именно здесь сегодня максимально регистрируется инфекция. Также Анна Попова отметила, эпидемиологическая ситуация в стране осложнена не только подъемом заболеваемости коронавирусом, но и другими респираторными инфекциями, гриппом и ОРВИ. Прокуратура Петербурга возбудила уголовные дела из-за некачественной уборки города. Масштабные обыски прошли и в жилком сервисах, дорожных предприятиях и в офисах подрядчиков. Более чем по 60 адресам. Это результат проверки соблюдения законодательства при организации очистки улицы Кровель от снега и наледи, которую провели сотрудники надзорного ведомства вместе с полицейскими, специалистами налоговых, а также контрольным управлением администрации губернатора. Тему продолжит Мелена Иконникова. Для сотрудников жилком сервиса номер один Пушкинского района день начался с обыска. В 10 утра в офис приехали сотрудники полиции и рабочее совещание пришлось прервать. Рабочих мест встали, все оставили, будем проводить у вас здесь обыск. Директор жилком сервиса сначала даже не поняла, что происходит. Чего не знаете? Дело номер, это что вообще? Это номер уголовного дела. Наш уголовный. Наш уголовный. Наш уголовный. Наш уголовный отдел, по факту хищения денежных средств. Интересно. Лавина обысков обрушилась в этот день на многие организации. Если на юге навестили жилищников, то на севере и в центре дорожные предприятия. Одновременно около 200 представителей разных ведомств в разных частях города проверяли соблюдение законов при организации уборки и содержания улично-дорожной сети, а также кровель домов в зимний период. При координации органов прокуратуры, подразделениями полиции проводятся обыски, а также иные следственные и партизуальные действия. Ход и результаты расследования по уголовным делам поставлены на контроль в аппарате прокуратуры города. Надзорные и координирующие мероприятия в рассматриваемой сфере продолжаются. Уголовные дела возбуждены по факту хищения денежных средств. И хотя календарная зима близится к концу, разгребать снежные проблемы, очевидно, придется долго. Вопрос уборки губернатор города взял под личный контроль. Ранее Александр Беглов уже выезжал в несколько районов Петербурга с внезапными проверками. Милена Иконникова, Светлана Бахчеванджи, Евгений Чернов, Петр Калядин. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Новый МФЦ открылся в московском районе на улице Арджоникидзе. Центр работает ежедневно с 9.30 до 21 часа. В нем 20 окон приема и выдачи документов. В центре можно оформить более 350 государственных услуг. По словам губернатора Александра Беглова, сегодня их спектр так развит, что жители города могут обратиться туда практически по любому вопросу. Открытие нового центра в московском районе повысит доступность госуслуг, подчеркнул глава города. Сейчас в Петербурге действует 60 МФЦ. До конца 2022-го планируют открыть еще 6. Пешеходные переходы на Литейном проспекте оказались сегодня в зоне внимания сотрудников ГИБДД. Причиной профилактического рейда послужила тревожная статистика. Подробности у Дмитрия Ковалева. На одной из самых оживленных магистралей, Литейном проспекте, множество пешеходных переходов. Большинство регулируемые, то есть перейти можно только на зеленый сигнал светофора. Но есть и те, где внимательным нужно быть как водителем, так и пешеходом. С ними во время профилактического рейда также беседуют автоинспекторы. Сотрудники ГИБДД в очередной раз, прям как в школе на уроке ОБЖ, напоминают, переходить дорогу нужно внимательно, посмотреть налево, направо, ни в коем случае не бежать, но и не мешкать. На такой широкой магистрали стоит убедиться, что вас действительно все видят. И лучше при переходе снять наушники, машины спецтехники, скорой помощи или пожарной охраны могут появиться в любой момент. Подобные рейды проводят ежемесячно. При этом сотрудники Дорожной полиции контролируют соблюдение ПДД и во время ежедневного патрулирования. Работа ведется на многих опасных участках дорог. Появление сотрудника в форме максимально дисциплинирует водителей. А уж взмах жезла и вовсе заставляет вспомнить сразу все правила дорожного движения. Самое распространенное нарушение это проезд нерегулируемых пешеходных переходов. Когда транспортное средство в одном потоке снижает скорость, иные водители не обращают на это внимания, продолжают движение с той же скоростью, что приводит к наезду на пешеходов. Водители соглашаются напоминать правила порой стоит. Это касается также норм остановки и стоянки рядом с зеброй. Невнимательность наказывается рублем. Максимальный штраф до двух с половиной тысяч рублей. На необходимость работы с автовладельцами указывают и пешеходы. Не каждый петербургский водитель может похвастать культурой вождения. Когда если вот так стоишь, мнешься у бордюра, то почти не пропустят. Потому что не видно, непонятно. Я сам водитель. Вот не видно и непонятно, хочет человек или нет. А если он подошел, ну как бы спустился, ну сделал шаг, уже видно. И стоит, смотрит. Пропускает, не пропускает, тогда нормально. Бывает не пропускает, бывает пропускает. Я и сама вожу, поэтому я всегда пропускаю. Да еще и свистят, гудят и все такое, еще и в окошко глядят, куда ты прешься. Есть и такие. Но в основном, конечно, люди спокойно останавливаются и пропускают. Проводить подобные рейды вынуждает негативная статистика. В прошлом году только в Центральном районе произошло больше ста аварий на пешеходных переходах. Четыре человека погибли, 112 получили травмы. Из них 16 – дети. Дмитрий Ковалев, Артур Хабибов, Андрей Соколов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Десять незаконно используемых городских помещений освободили за день специалисты комитета по контролю за имуществом в Центре Петербурга. Объекты располагались в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах. Общая площадь – более тысячи квадратных метров. В основном в них размещали офисы и кафе. У арендаторов не было документов, а по некоторым объектам выявлен долг по аренде – более 11 миллионов рублей. Всем пользователям предоставляли время для освобождения самовольно занятых помещений, но требования проигнорировали. Сегодня в стране отмечают День российской науки. 8 февраля по новому стилю 1724 года указом Петра I были основаны Петербургская академия наук и Государственный университет. Кроме того, год спустя, 8 февраля, скончался первый российский император. Сегодня в полдень букеты алых роз в соборе Петропавловской крепости принесли губернатор Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский. Они возложили цветы к могиле Петра I. Отмечу, в этом году в России отметят 350-летие со дня рождения основателя Петербурга запланировано порядка 200 мероприятий. Юбилей будет посвящен и День города. Выставку, посвященную культурному наследию Карачаева-Черкесии, открыли в этнографическом музее. В экспозиции более 300 предметов, которые рассказывают о бытии и традициях народов. Особое место занимают мужской, черкесский и женский карачаевский костюмы. Силуэт подчеркивал достоинство джигита. И в то же время одежда не сковывала движений. Женский костюм отличался изяществом линий и орнаментальной вышивкой. Выходя из дома, дамы надевали специальную обувь, сделанную из дерева. Вот эти катурны носили невесты на свадьбу, носили знатные женщины. А про себя девушки, когда собирали такой свадебный костюм, могли сказать, вот у мужчин конь, а у нас вот такие вот катурны. Они действительно приподнимают человека, так же, как у всадника. Вышивкой также украшали свадебные дары, кесеты, кошельки и поясам. Там состоятельные девушки использовали в рукоделии золотые нити. Есть на выставке и печати некоторых карачаевских родов, так называемые тамги. Они сопровождали владельцев на протяжении всей жизни и ставились как на личных вещах, на скоте, так и на межевых столбах и надгробных камнях. Выставка в этнографическом музее открыта до середины апреля. Послание из 80-х. Романтическую записку нашли при реставрации фигуры с Драконова моста. Сотрудники мастерской провели собственное расследование и выяснили, кому же она принадлежит. О том, как удалось это сделать и насколько часто находят послание в памятниках, расскажет Мария Гончарова. Для утренней пробежки на лыжах 67-летний петербуржец выбирает царское село. Александровский парк знает вдоль и поперек, так что все перемены замечает сразу. Проезжаю мимо этой тумбы и смотрю, нет. Мимо идет охрана, я спрашиваю, вы не знаете, куда делается? Они говорят, нет, не в курсе. Я потому что думал, о вандалах. Одной из четырех фигур действительно пришлось покинуть свой пьедестал. И вандалы здесь ни при чем. Со временем конструкция обветшала и покрылась коррозией. Фигура буквально трещала по швам, так что для дальнейших работ пришлось демонтировать всю ее нижнюю часть. В процессе внутри нашли вот такое послание из 80-х и несколько монет. Записка, пережившая больше 30 суровых зим, сохранилась довольно-таки хорошо. Посвящена она некой Ольге Фурмаковой. А вот эта непонятная на первый взгляд аббревиатура стала значимой зацепкой в дальнейшем расследовании. Благодаря ей удалось выйти на русское географическое общество, где, как выяснилось, в 90-е работал реставратор-романтик. Там сохранилась его личная карточка с номером телефона и адресом. Наш сотрудник поехал туда, в город Пушкин, и нашел квартиру эту. Но, к сожалению, Александр Васильевич, который делал реставрацию, это уже скончался в 2013 году. А по этому адресу живет его родственница, племянница. Романтические отношения ее дядя и Ольге подтвердила. Она наши вопросы о нем ответила с большой теплотой. Эта история меня тронула. Дядя был человеком интересным, умным, эрудированным. Постоянно читал. Если брался за какое-то дело, то изучал вопрос досконально. Реставрировал церкви. Все время что-то искал. Фигуры драконов 18 века до наших дней не дошли. Первоначально они были выполнены из известняка, и только позже их решили заменить на новые – чугунные. И куда же деваются четыре брата-близнеца? Отправляются они на остров. Наш остров на Большом пруду, где они находятся до войны, а потом их, к сожалению, след уже теряется. И, видимо, в войну они просто были уже утрачены. Необычный вид фигур часто провоцирует посетителей на экспрессивные фотосессии, а к языку и лапам дракона любят прикоснуться на удачу. Я без них не представляю этого моста, потому что пушкинцы внуки любят фотографироваться здесь, какие-то истории придумывают о них. Как правило, во время работ записки находят от прохожих. И большая редкость, когда бумажные послания оставляют скульпторы или реставраторы. Мне бы, честно говоря, хотелось, что когда этот проект закончим, ну, допустим, тоже написать посвящение своей девушке, тоже поместить туда внутрь. Почему бы и нет, если, так сказать, дозволят это сделать. К концу года «Дракон» вернется на свое законное место. Сотрудники музея-заповедника планируют увековечить послание. И добавляют, вдруг однажды прогуляться по Александровскому парку придет та, которой посвящена эта записка. Мария Гончарова, Сергей Кочергин, Алексей Золотенков. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Мультфильм петербургской студии «Мельница. Бокс-балет» вошел в число претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Об этом стало известно сегодня на церемонии объявления номинации на премию Американской киноакадемии. Конкуренцию короткометражки режиссера Антона Дьякова составили «Дела искусства» Джанны Куин, «Бестия» Хьюго Ковар-Рубеса, «Рубин Денаджари» Майкла Плиза, «Стеклоочиститель» Альберта Мьельга. Мультфильм «Бокс-балет» о любви боксера Евгения и балерины Ольги вышел в 2019 году. Антон Дьяков стал одним из авторов сценария, а также аниматором и художником-постановщиком фильма. Как рассказал режиссер в интервью нашему телеканалу, он посвятил работу своим родителям. Антон Дьяков предполагает, что зрителей привлекла история любви, понятная каждому. Выберет человек, прислушаться к сердцу или к какому-то разуму и логике. И, по-моему, такой выбор у людей, у каждого человека периодически возникает. Победители «Оскара» станут известны 27 марта. 94-я церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе. Российская анимационная студия «Мельница» создана в 1999 году в Петербурге. Здесь занимаются производством мультфильмов и мультсериалов. Пятый день Олимпийских игр в Пекине подходит к концу. В эти минуты завершают его женский сборный по хоккею. В третьем периоде наша команда, увы, крупно уступает соперницам из Синляндии. 0-5. Чем еще запомнится уходящий день, расскажет Иван Лосев в традиционном Олимпийском дайджесте. Начался вторник короткими программами по фигурному катанию мужчин-одиночников. Увы, на медали сегодня здесь нам рассчитывать сложно. Чемпион страны, олимпийский чемпион в командном зачете Марк Андратюк только 15-й. Петербуржцы Евгений Семененко 7-й, Андрей Мазалев 23-й. Однако все трое в четверг выступят с произвольным прокатом. Могли рассчитывать на медаль мы сегодня в биатлоне. Индивидуальная гонка достойно складывалась для петербуржца Максима Цветкова. Он шел третьим и допустил единственный промах последним патроном. В итоге бронзу норвежца Бео. Россиянин уступил ему меньше 4-х секунд. Александр Логинов 10-й, Эдуард Латыпов 11-й. Не порадовали сегодня медалями конькобежца. Тем не менее, у нас есть сразу три педестала. Двое россиян Александр Терентьев, Артем Мальцев вышли в финал лыжного спринта, где Терентьев удержал позицию и принес в сборную бронзовую медаль. Еще одну бронзу и вообще историческую медаль в санном спорте для России принесла Татьяна Иванова. Ну а чуть раньше третье место в соревновании сноубордистов завоевал двукратный олимпийский чемпион Сочи Уик Уайлд. В малом финале параллельного гигантского слалома он опередил соперника из Италии. Информация различных источников о завершении Уайлдом спортивной карьеры не соответствует действительности. Сам 35-летний сноубордист со своим будущим пока не определился. Итак, три бронзовые медали. Таков результат сборной Олимпийского комитета России во вторник. Мы перемещаемся на седьмую строчку неофициального командного зачета и ждем новый соревновательный день. В среду в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград, а также возьмет старт на турнире наша мужская сборная по хоккею. Погодные качели в Петербурге уже становятся привычным делом. Мы снова в плюсе. В этом году количество циклонов, которые обрушились на город, побило все рекорды. Так нынешнюю оттепель принесла Надя. Несмотря на милое имя, слякоть продолжает создавать неудобства пешеходам и автомобилистам. Корреспондент программы «Пульс города» решила ответить на вопрос, это аномалия или теперь все зимы будут такими.